здравствуйте сегодня поговорим о комплекте инструментов мастера-монтажника видео будет полезно в первую очередь тем людям которые занимаются ремонтом и строительством на профессиональном уровне кроме этого видео будет полезно заказчиком посмотрев его вы будете точно знать как должен выглядеть инструмент у хорошего мастера сначала давайте определим кто же такой мастер-монтажник как правило он осуществляет весь электромонтаж устанавливает пластиковые окна и откосы к ним подготавливает остекляет и обшивает лоджию устанавливает входную дверь а также обустраивает все перегородки и фальшстены из гипсокартона то есть если вы спросите меня можно ли обладая этим комплектом инструмента сделать ремонт квартиры под ключ и отвечу конечно же нет здесь нет инструмента плиточника здесь нет инструмента сантехника здесь нет никакого деревообрабатывающего оборудования и нет ничего для монтажа межкомнатных дверей здесь нет ничего для монтажа кондиционеров и натяжных потолков и уж совершенно точно здесь нет ничего до штукатурных и малярных работ также здесь нет стенорезанных машин и устройств для алмазной резки здесь нет строительной техники все что я перечислил это совершенно отдельные мастера с отдельными комплектами инструмента здесь перед нами только комплект инструментов мастера монтажника с этим я надеюсь мы разобрались а теперь давайте перейдем к обзору инструмента начнем от самого простого и обыденного и будем двигаться к самому интересному чтобы вам не было скучно первое это магнитофон и чайник заметьте я не шучу и любой профессионал вам это подтвердит если на объекте нет этих двух предметов то никакого кайфа от работы вы не получите и продуктивной работы просто не будет идем дальше этот чемодан называется гардероб зачем нужен гардероб мастер приходит на объект и переодевается в рабочую одежду свою чистую он складывает туда и закрывает крышкой чтобы она не были идем дальше вот этот вот чемодан называется безопасность здесь находится спецсредства защиты закрытые очки наушники усиленные наколенники страховочные пояса и другие фишки благодаря которым я и мои мастера до сих пор живы говоря про безопасность нужно обязательно упомянуть про прочную устойчивость стремянки им будет посвящен отдельный мастер класс поэтому сегодня не будем тратить на них время идем дальше сама затеняющаяся маска и бытовой сварочный аппарат я не помню ни одного объекта на котором он бы не потребовался то входную дверь на штифты надо поставить то арматуру приварить то еще что-нибудь обязательно должен быть у каждого мастера следующие важные вещи веник и совок они не менее важны чем магнитофон и чайник уборка на объекте делается 5-6 раз в день если у мастера нет этих предметов это не мастер а свинья продолжая тему уборки переходим к строительному пылесосу вещь строго обязательное для каждой профессиональной бригады пылесос шланг устройство для уборки помещений еще целый чемодан специальных насадок и переходников к различным электроинструмент если речь зашла пылесосе то обязательно нужно упомянуть и про штроборез эти два прибора соединяются с помощью специального шланга питание штробореза включается в специальную розетку на пылесосе дальше переключатель пылесоса переводится в положение авто и когда я начинаю работать штроборезом пылесос включается автоматически этот комплект должен быть у каждого электрика строго обязательно представьте если я буду резать стены например болгаркой а теперь представьте что будет если мне надо будет прорезать 200-300 метров штробы то есть мастера которые берутся делать электрику без штробореза с пылесосом умирают очень быстро и их заказчики тоже пылесоса переходим к мазарному оси построителю эти два прибора работают в паре также достаточно часто как вы понимаете мастеру не всегда удобно отмечать вертикальные линии с помощью нити с краской он просто ставит лазер на оси построитель переводит его в положение вертикаль и получает ровную линию затем ориентируясь по этой линии мастер просто ведет штроборез по стене и на выходе получает идеально ровную и точную штробу кроме этого хорошие оси построители умеют выстраивать полный горизонт 2 полных вертикали крест на потолке и точку на полу то есть такого прибора вполне хватает для разметки любой сложности идем дальше эти чемоданы называются следующим образом крепеж электрокрепеж и супер крепеж в чемоданчике под названием крепеж находится дюбеля а также 300 400 грамм саморезов каждого вида ящики под названием супер крепеж находятся те же самые саморезы но в гораздо больших количествах то есть мастер закупает саморезы достаточно крупными партиями сюда выкладывают часть для быстрого доступа все остальное хранят также в супер крепеже находятся все герметики вся монтажная пена и пенный пистолет это делается потому что во время транспортировки баллоны пены иногда лопаются и выливаются если такой случай произойдет в этом чемодане то финансовые потери мастера будут минимальными чемодане под названием электрокрепеж находится все расходники для электромонтажа здесь находится все клеммники маркировочной площадке саморезы для розеток наконечники для обжима и другие важные вещи дальше будет интересней следующем на очереди идет газовый пистолет gx120 тот самый пистолет благодаря которому электрику и гипсокартон мы делаем в 10 раз быстрее всех остальных идем дальше переходим к тяжелому перфоратору ты 60 также одна из моих любимых вещей техника очень мощная но в то же время очень безопасно фишка этого перфоратора не в том что он сносит любую стену как только я нажму на эту кнопку его фишка в том что он автоматически останавливается когда его заклинивает правило перфоратора заклинивает во время обустройства переходов между комнатами то есть мастер сверлит отверстие под потолком что перепустить кабель в соседнее помещение как правило мастер стоит на стремянке и сверли чуть выше своей головы перфоратор настолько мощный что когда его заклинивает мастер либо отлетает на три метра либо наматывается на перфоратор а этот перфоратор никого никуда не скидывает и никого никуда не наматывает он просто автоматически отключается через сотую долю секунды после заклинивания также в этом чемодане вместе с перфоратором находятся буры пики и специальная смазка от газового пистолета и перфоратора плавно переходим к содержимому вот этого контейнера он называется спец крепеж как вы уже догадались по названию в этом ящике находятся все расходники для спец инструментов например вот такие вот саморезы в ленте они вставляются в специальный шуруповерт который применяется для очень быстрого монтажа гипсокартона. Также здесь находятся упаковки гофродержателей, которые с помощью газового пистолета крепятся к стенам и потолку. Вместе с ними здесь находятся газовые баллоны и гвозди для газового пистолета. Ну и также в этом чемодане находятся диски для штрабореза и сверхпрочные ударные коронки. Следующим на очереди идет контейнер для инструмента от компании Ирвин. На нашем внутрифирменном жаргоне он еще называется мощный ящик. Своё прозвище он заработал благодаря своей уникальной прочности. На нем можно не просто стоять, на нем можно прыгать и ему ничего не будет. При этом мой вес почти 100 килограмм и он это выдерживает совершенно спокойно. В мощном чемодане, как правило, находится весь слесарный инструмент. Все начиная от ножовок и молотков и заканчивая струбцинами и монтировками. Есть у этого ящика еще одна фишка. В его торцах находятся специальные карманы под контейнеры Ирвин. В ящике два торца, соответственно, в него умещается два контейнера. Как правило, в этих контейнерах находится набор фирменных сверел и набор не менее фирменных насадок для шуруповерта. Осталось самое интересное. Во-первых, супер чемодан электрика. Содержимое этого чемодана вы прекрасно знаете из наших предыдущих мастер-классов. Просто по-быстренькому напомню, что здесь находится. Следующий контейнер называется супер чемодан монтажника и ему также посвящен персональный видеоролик. А сегодня хотелось бы просто рассказать о самом чемодане. Основная фишка этого кейса в том, что он может находиться в пяти положениях. Первое – это закрыто. Второе – это обычное открывание. Третье – обычное открывание, но уже другой половинки. Четвертое – это одновременное открывание половинок с вертикально стоящей центральной частью. Ну и пятое – самое интересное положение. Мы имеем доступ ко всему инструменту, но в то же время половинки не лежат на полу. Кто работает в готовых отремонтированных квартирах и делает какие-то работы на чистовом напольном покрытии, по достоинству оценит это положение. Осталось самое интересное. Во-первых, вот эта вот сумка. На жаргоне наших мастеров эта сумка называется архив. Здесь находится либо бытовой одноразовый инструмент, либо отработавший свой ресурс профессиональный. То есть этот шуруповерт, он еще работает, но я вместо него уже купил новую модельку, а выбросить его жалко. Поэтому он переходит в архив. Более подробно рассказывать об этой сумке не вижу смысла. Я надеюсь, что в наших роликах ее содержимое будет появляться очень редко. Ну вот, наконец-то мы добрались до самого интересного – профессиональный электроинструмент и расходники. Ключевое отличие этого комплекта инструмента от любого другого в том, что он сделан на одной платформе. То есть, как вы знаете, у любой единицы профессионального инструмента должно быть два аккумулятора и один зарядник. То есть у меня здесь шесть инструментов. По логике у меня должно быть 12 аккумуляторов и шесть зарядных устройств. А у меня, как видите, всего пять аккумуляторов и два зарядника, но при этом я могу обеспечить безотановочную работу бригады из четырех человек. А с вами, как всегда, был Алексей Земсков. До новых встреч! До свидания!